Санкт-Петербург 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 Музей располагается в пяти основных зданиях на берегу Невы, которые взаимосвязаны и составляют единый музейный комплекс. Знаменитый Зимний дворец был построен в 1754-1762 годах и был императорской резиденцией. Также в комплекс входят Малый Эрмитаж, Большой Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Общая площадь комплекса более 230 тысяч квадратных метров и более 65 тысяч квадратных метров – это зона экспозиции. Только основной комплекс Эрмитажа расположен в пяти зданиях. Это прежде всего Зимний дворец, который был резиденцией российских императоров. И когда коллекции музейные, дворцовые стали расширяться, российские императоры пристраивали к Зимнему дворцу все новые и новые здания, чтобы расположить там экспонаты. И кроме Зимнего дворца у нас есть Малый Эрмитаж, где, например, стоят часы павлина, где висящий сад, Новый Эрмитаж, где расположена экспозиция античного искусства. Здание Эрмитажного театра, в котором мы с вами сейчас находимся, это самый старый сохранившийся театр, который не изменил своего интерьера с XVIII века. И вот здесь, на этом месте, где мы с вами стоим, обычно стояло кресло императрицы Екатерины Великой и Екатерины II, и она наблюдала на сцене спектакли, которые шли в этом театре. Так что здесь очень много интересных мест, интересных историй, связанных с Эрмитажем. Зимний дворец построен в классическом для XVIII века стиле эпохи барокко, а остальные здания, которые появились позже, они построены в классическом стиле, стиле классицизма. Зимний дворец. В 1837 году здание первого Зимнего дворца, к сожалению, сгорело из-за серьезного пожара, который произошел из-за печного отопления. И дворец был восстановлен в XIX веке, когда уже в архитектуре использовался другой стиль, классицизм. Но в память о первом архитекторе, который создал Зимний дворец, внешняя сторона здания была оформлена, как в XVIII веке, в стиле барокко, а внутренние помещения, зала наши парадные, оформлены в классическом стиле. В музее вы можете увидеть два из 14 мировых шедевров Леонардо да Винчи – Мадонну Бенуа и Мадонну Лита. В зале Рембрандта вы можете ознакомиться со всемирно известными произведениями голландского художника и с одной из его работ – картиной «Блудный сын». Произведения искусства относятся к XV и XVII векам, их узоры, палитра, которую использовал художник, и то, что он хотел сказать посредством картин, меняются по ходу времени. Но вы можете увидеть, что в большинстве из них преобладают яркие цвета. Осматривая военные доспехи, вы убедитесь, что и они созданы как произведения искусства. Учитывая их внушительный вес, а также вес оружия, использованного в исторических сражениях, сегодня не применяются. Это уже историческое достояние, напоминающее о великом прошлом. Вопрос сохранности этих редких экспонатов также остается в центре внимания. У нас большой отдел реставраторов, 170 человек, работает в реставерационных мастерских нашего музея, которые сохраняют жизнь тем экспонатам, которые нам доверены. Потому что, как вы понимаете, на самом деле никаких вечных материалов нету, но наши реставраторы придумывают новые методики, используют новые, новейшие технологии, чтобы поддерживать еще долго-долго жизнь тех экспонатов, которые есть в Эрмитаже. Для тех, кто будет в Санкт-Петербурге, однозначно советуем посетить Эрмитаж, который принимает гостей в любой день, кроме понедельника с 10.30 до 18.00, а в среду и пятницу до 21.00.